Заместитель главы администрации Раменского городского округа Виталий Чехов провел встречу с жителями коттеджного поселка в Кривцах. Основной вопрос, который обсудили, касался электроснабжения. В самом начале зимы, когда мы здесь в ноябре, по-моему, встречались, мы с вами говорили о том, что мы замерзнуть вам не дадим. И слово данное в ноябре удалось сдержать. В поселке около тысячи домов, в которых на постоянной основе проживает немало людей. Газоснабжения здесь пока отсутствует. Люди пользуются электрическим отоплением. Зима выдалась морозной и пришлось в большем объеме обогревать жилье. На фоне этого происходят перегрузки в электрических сетях, что влияет на работоспособность сетевого хозяйства. В результате перегрузок происходит отключение. Однако ситуацию держали на постоянном контроле. Мы вот здесь с МАЭСКом постоянно занимаемся восстановлением электроснабжения. Хотел, конечно, сегодня поблагодарить МАЭСК. Они занимают социально активную позицию, социально ответственную позицию. Помогают жителям устанавливать дополнительные подстанции, разукрупняют сети 0,4 кВт. И мы вот сегодня все вместе констатировали тот факт, что вот эту достаточно морозную зиму, пик морозов мы здесь прошли. Конечно, были аварийные ситуации, но благодаря оперативному взаимодействию с сетевой компанией нам удавалось здесь очень быстро все локализировать. И жители это чувствуют, видят и, конечно, тоже своей страны поблагодарили Россети. Виталий Викторович отметил, что проблемы все же существуют. То, что у нас очень много, практически больше половины абонентов здесь потребляют электроэнергию незаконно, то есть нет договора. И на сегодняшний момент МАЭСК несет эти потери за свой счет. Но это не единственный вопрос, который волнует людей. Через коттеджный поселок проходят дороги, требующие содержания. В ночное время нужно освещать улицы и еще решить вопрос с газоснабжением. Виталий Чехов отметил, и это требует дальнейшей проработки. Потому что вот все дороги, по которым мы здесь по поселку проезжаем, они находятся, к сожалению, в частной собственности. И вот так вот на раз-два забрать их в муниципальную собственность и содержать их, приводить в надлежащее состояние, к сожалению, не получается. Поэтому сейчас мы обсуждали с жителями вопрос по алгоритму решения вот этих задач. То есть нужна правовая основа, которая нам позволила бы вот эти имущественные вопросы привести в соответствие и определить надлежащих собственников вот этих объектов общего пользования. Включая и газовую трубу, которая проложена по территории всего поселка. И протяженность ее 13 километров. Все эти вопросы и пути их решения обсудят с инициативной группой жителей коттеджного поселка уже вскоре. На следующей неделе мы позовем юристов администрации. В этой встрече будет Виктор Валентинович принимать участие, глава городского округа и, соответственно, инициативная группа. И будем вырабатывать план мероприятий, который нам позволял бы решать вот эти вопросы, о которых я сказал. Елена Саганова, Игорь Чернышев, Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Саганова, Игорь Чернышев, Андрей Минкин.